Все работы Татьяны Котельниковой из Москвы, будто бы ожившие детские сказки, реализовавшиеся в картины. Все это не нарисовано, а вышито. В технике петит полукрест. Даже если говорить об этой картине, она настолько детализирована. На первый план выходит девушка, которая спит и видит сны. Кто-то едет на коне, здесь девушка, видимо, занимается хозяйством. Чуть дальше такие рождественские забавы. Происходит сразу несколько действий, но неужели это не захватывает? А у этих икон сразу два автора – муж и жена. Один вырезает панно из дерева, вторая расписывает его. Как заверяют иконописцы, они нашли золотое сечение. И с какой стороны не взглянуть на знаменитую икону «Спас царь славы»? Везде мы увидим один образ, который ни под каким углом не будет искажаться. Приходит образ, и я ищу сначала его, почему он именно явился, почему он хочет обновиться на физическом плане, и то есть проявиться в объеме, а муж начинал его резать. И вот такая наша работа, мужское и женское начало, рождается вот это новое. То есть я правильно понимаю, вы засыпаете, вам снится какой-то образ, вы порой даже не понимаете, кто это, и пытаетесь найти. Я иду в библиотеку, ищу материалы, прежде чем его сделать. Много работы проходит, и я учусь, меня пространство так учит. Это необычная картина, очень мягкая, хочется потрогать, потому что состоит она из лоскутов-ковролина. Сам автор заявляет, что эта синяя птица демонстрирует женское начало. Наш проект объединяет художников, поэтов и музыкантов, которые работают в теме вечной женственности. Художники, которых мы представляем в данной выставке, работают в самых разных стилях и жанрах. А самое главное для нас, чтобы в творчестве художника был ярко выражен духовный вектор. Это художники, которые черпают вдохновение свыше. Они, как правило, рисуют мир невидимый. Все работы в представленной выставке находятся в выставочном зале университета. Каждый желающий может ознакомиться с творчеством вплоть до 7 апреля.